Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом году память блаженной Матронушке у нас приходится на понедельник Светлой Седмицы. Вот удивительно, она была с детства очень немощным человеком. И всё-таки она умела радоваться жизни. Многие люди, унывающие, скорбящие, оказавшиеся в очень тяжёлых жизненных ситуациях, приходя к ней, обретали мир и покой, и утешение. Обычно, когда человек тяжело болеет, он унывает. Особенно, если эта болезнь не исцельна, если эта болезнь очень долгая, и человек понимает, что вряд ли он от неё когда-нибудь избавится, здесь ещё и прибавляется чисто человеческая зависть. Когда он видит других здоровых, ему как-то обидно за себя. Но почему? Они здоровы, а я болею. Что, я хуже них, что ли? Но Матронушка, она была всего этого лишена. И зависти, и уныния, и ропота. Так Господь излил очень щедро в её душу свою благодать за её смирение, за её терпение, за её веру. И вот, невзирая на свою немощь, она умела радоваться. Она всегда была с пасхальной радостью в душе. И вот, наверное, промыслительно, что в этом году её память совпадает с первым днём Светлой недели. Потому что это время радости. И мы её ощущаем. Какое-то особое чувство наполняет нашу душу в эти дни. Но потом, когда проходит Светлая неделя, и мы погружаемся в свои обычные повседневные заботы, опять эта радость от нас отходит. И вместо неё в душу приходит беспокойство, ропот иногда, недовольство, осуждение других людей. Мы погружаемся опять во тьму. Так Господь нас восставляет из тьмы к свету. И мы чувствуем вот эту радость именно потому, что свет вокруг нас, свет Божества, свет Христов. Но не удерживаем его. Отходим от Бога опять в свою тьму. И вот пример Святой Блаженной Матронушки, он, конечно, для нас очень важен. Потому что мы часто ропщим на какие-то трудности в жизни. Но давайте сравним её трудности со своими. Мы можем ходить, а она не могла. Мы можем видеть, а она этого была лишена. Мы можем общаться с кем мы захотим, а она только с тем, кто к ней придёт. Мы можем побывать в любом месте, которое нам понравится. Она была зависима от тех людей, которые её могли принести. Потому что даже ходить она сама не могла. Вот полная зависимость от других. А сколько людей было недоброжелательно к ней настроенных, которые над ней насмехались, которые не верили в её слова, которые её поручили. Ну, так часто же бывает, когда человек чувствует в другом больше добра, больше чистоты, больше радости. Он начинает эту чистоту, это добро ненавидеть. Потому что зло, оно вообще ненавидит добро. Ну, само по себе. Вот Христос есть воплощение добра. И фарисеи возненавидели Его только потому, что они были злые. Господь про Себя сказал, я есть истина. А в фарисеях сплошное лукавство и ложь и обман. И вот эта ложь возненавидела истину. Зло возненавидело добро. Вот и Матрона. Как ей много пришлось потерпеть от людей злых. Она ничего им плохого не сделала. Но они её ненавидели, потому что она добрая. Потому что она любит Христа. Потому что она ему молится. Потому что она ему служит. А они служители сатаны. И они желали её даже убить. Ну, потому что всегда зло пытается изничтожить добро. Добро обличает зло. Вообще наличие в мире добра, оно злу не даёт в полной мере властвовать. Но зло, оно не может победить добро. Оно может его оклеветать. Может его унизить. Может причинить ему боль. А победить нет. Потому что добро – это есть Бог. А кто может против Бога восстать и победить Его? Но Господь попускает нам быть искушаемым злом. Для того, чтобы мы его возненавидели. Не человека, как носителя зла. За человека Господь нам повелел молиться. Как сказано в Писании, молитесь за обижающих вас. А вот само зло, как силу, противящуюся Богу, мы должны возненавидеть. Потому что если это зло, оно нами завладеет, то мы с вами обязательно начнём противиться Богу. И мы же это видим. Как только в нас раздражение, недовольство, ропот, то мы начинаем нарушать заповеди Божии. Мы начинаем осуждать, хотя знаем, что Бог запретил судить. Мы начинаем иногда говорить неправду, хотя Господь сказал, отымите лукавство душ ваших. Мы начинаем желать друг другу зла, хотя Господь строго-настрого это запрещает. А почему мы делаем то, что противно Богу? От того, что мы поддались каким-то злым чувствам. Нам очень трудно в себя не пускать эти чувства. Но надо стараться из себя их изживать, напоминая себе о том, как Господь милостив каждому трудящемуся. И если мы потрудимся, особенно в молитве, то Господь обязательно нам поможет от этого зла избавиться. Будь то осуждение, будь то недовольство, будь то ропот на что-то. Если мы будем терпеливо молить Бога о том, чтобы Он от нас от этого избавил, Господь Дух Святый обязательно придёт и избавит нас. И вот мы видим, что зло не может победить. Даже против такого немощного физически человека, как Матронушка, оно оказалось бессильным. Ой, сколько людей хотели ей причинить зло. А Господь её хранил. Когда её хотели арестовать, её почитатели об этом предупреждали, её скрывали. Ну, конечно, Господь таким образом действовал через людей, храня свою подвижницу и свою служительницу. Вот тем самым Господь нам показывает, что если мы будем с вами пребывать в правде Божьей, то нам нечего бояться. Господь нас защитит от всего, что может нам навредить. Ну, какие-то трудности, конечно, в жизни обязательно будут. Потому что не просто же Господь сказал, «многими скорбями и болезнями надлежит вам войти в Царствие Божие». Поэтому скорби непременно будут, и болезни тоже будут. Но это для того, чтобы мы могли стяжать Дух Святый во всей его полноте, чтобы наша душа в этих страданиях, а человек, когда страждет, он и молится особенно усердно, чтобы наша душа очистилась. Для этого Господь попускает то, что мы называем страданиями. И мы видим, что никакие страдания, они не могут человека лишить радости пасхальных вот этих дней. Как вот блаженная Матронушка, она всегда носила в себе эту пасхальную радость. Почему и люди, приходящие к ней, находили всегда утешение в общении? Да просто многие приходили, чтобы побыть рядом. Знаете, не всем удавалось с ней поговорить и услышать от неё мудрый совет. А многие люди просто приходили для того, чтобы побыть рядом с человеком, который умеет радоваться. Вообще это большая редкость, потому что люди, практически все, и всегда чем-то недовольны. Ну вот обычно, когда встречаются два человека, то после приветствия начинаются взаимные жалобы. Как плохо, как трудно, как несправедливо, как им плохо живётся. Потому что покритиковать, посудачить, посудить всегда есть о ком и о чём. И вот это, собственно, и происходит и по сей день. И, наверное, всегда так было. А встретить человека, который не судит, не раздражается, не ропщит, не жалуется ни на что. Но это вообще великая редкость. И побыть рядом с таким человеком, ну, это, наверное, напитаться от неё вот этим духом мирным. Ой, как это здорово! Вот когда в нас мирный дух пребывает, ну, кажется, что больше желать и нечего. Вот только бы он во мне оставался, но подольше бы, потому что это так хорошо, так благостно. Но, к сожалению, привычный нам дух недовольства, он властвует, и он так со властью нас себя подчиняет. Но, опять же, его власть до поры до времени. Если мы Ему воспротивимся, то Господь Его прогонит навсегда, и воцарится в нашей душе мир и покой. Сколько нам придётся с Ним бороться? Не знаю, как будет Богу угодно. Мы знаем, Мария Египетская 17 лет была борима злейшими духами злобы. И она выставила, и когда она прошла это испытание, Господь её избавил от всех искушений, и она, ну, как ангел земной, остаток своей жизни жила, уже ни в чём не нуждалась, уже и солнце её не жгло, и холод её не мучил, и бесы её не досаждали. Она пребывала, ну, как вот, так, как должен пребывать человек здесь, на земле, очищенный покаянием и благодатью Божией от всех своих страстей. Но какова была борьба? Мы, к сожалению, часто малодушествуем. Нам кажется, что у нас сил не хватит. А почему не хватит? Господь всем желает спастись, и каждому подать силы, необходимые для достижения спасительной веры и спасительного состояния мирного духа каждому человеку. Просто мы зачастую не готовы на вот эту длительную борьбу. Так на несколько дней иногда хватает. А так, чтобы поставить это как цель жизни, избавиться от греха, который меня от любящего и любимого мною Бога отделяет. Ведь если бы между нами и Богом не было стены греха, мы бы с вами жили в раю. В раю, понимаете? Потому что нет ничего, никаких других препятствий для того, чтобы человеку наследовать Царствие Небесное. Только эта стена греха, которую мы с вами сами в течение всей своей жизни выстраиваем. Она высокая, толстая стена, через которую порой даже и голоса Божия мы не слышим. А по мере того, как мы от своих грехов избавляемся, мы становимся ближе к Богу. Мы начинаем лучше Его понимать и слышать. И Его голос, живущий и звучащий в нашем сердце, он порождает в нашей душе несказанную радость. И вот эта радость, она сейчас как раз нас и наполняет. Потому что, увы, не мы к Богу приблизились, Он к нам снизошел с небес. Он по своей милости, невзирая на всю мерзость, которую источают наши грехи, Он все равно к нам пришел. С тем, чтобы порадовать нас с вами, чтобы в нас вселить надежду, чтобы мы не отчаялись и продолжали бороться с тем, что нам мешает быть с Ним вечно. Вот наша с вами задача. Потому что без радости пасхальной жизнь вообще смысла не имеет. Ну, человек хочет пожить подольше, но как? Ну, вот посмотришь, как люди живут. Но это же не жизнь. Это сплошная мука, которую сам человек в себе создает. Конечно, умирать страшно. Поэтому каждый человек, даже тяжко болящий, очень хочет выздороветь и пожить подольше. Но опять же, как жить? Вернуться в эту сплошную склоку жизненную. А зачем? Уж если возвращаться к жизни, к настоящей жизни, лишенной всякого вот этого, всей этой мерзости. Потому что жизнь-то по-настоящему это жизнь в радости. В радости. Когда Господь говорит о вечной жизни, Он так и говорит, блаженны вы. то есть говорит о высшем состоянии, которое может человеческая душа испытывать в высшем состоянии радости, блаженстве. И вот Господь очень-очень хочет нам это блаженство даровать, чтобы мы в Нем всегда-всегда пребывали. А для этого мы должны сделать над собой усилия. И не один, и не два раза, а непрестанно. Потому что хорошо, когда человек однажды себя взял и превозмог. И, может быть, что-то потерпел, где-то промолчал, может быть, понудил себя на доброе дело. Но это хорошо. Но так должно быть всегда. А не по настроению, ни один раз в году, ни в день Святой Пасхи, когда все люди друг другу подарки дарят, рассылают всякие поздравления, открытки, Христос воскресит, целуют друг друга. Так должно быть всегда. Вот к этому нужно себя подвигнуть. И тогда мы с вами и поймем, к чему нас Господь призывает, что Он нам обещает, что Он нам приуготовил, и почему те люди, которых мы именуем святыми, они все отдали вплоть до жизни своей, только бы от Христа не отойти. Вот если мы будем к этому стремиться, к такой чистоте жизни, то и мы с вами сподобимся тех даров, которые Господь раздает щедро любящим Его. Помоги нам в этом, Господи. Христос воскресе! Христос воскресе!